Ну, для тех, кто смотрит на YouTube и для тех, кто смотрит на Telegram-канале, несколько моментов, которые мне хотелось бы остановиться, ну и почему здесь, ну, дабы не искушать тех, кто руководят процессом, что говорить можно, чего говорить нельзя. Ну, вот у нас сегодня суббота. Сегодня у нас суббота, 6 часов 30 минут, утра, это город Чикаго, соответственно, 15-30 время московское, 12-го месяца 4-го дня, 4-го декабря. Солнечное затмение. Ещё раз, всех с солнечным затмением поздравляем. Вот, ну и давайте мы начнём вот с чего, давайте мы начнём с того, кто сегодня родился, 4-го числа. Кто эти люди, которые сегодня родились, наверное, им было бы это очень интересно. Ещё раз, новые, подсоединившиеся, выключают свои микрофоны, дабы не мешать остальным, да? Ну, интересное совпадение, надо сказать. Первое совпадение сегодня суббота или День Сатурна. Сегодня четвёртое число – это планета Рапу. Ну, и сегодня затмение, которое уже формально оно прошло, то есть фаза затмения она прошла. Но, тем не менее, воздействие этого затмения будет ощущаться, уже ощущалось, и ощущается, и будет ощущаться довольно долго. Мы сегодня об этом поговорим. Вот, ну, для начала, всех именинников, тем не менее, с днём рождения, 4-го, 13-го, 22-го числа, ну, кроме 31-го, возможно, это уже следующий знак. Поэтому те люди, которые родились конкретно в эти числа, числа 4, они находятся под влиянием Урана, Солнца и Юпитера. И это «Стрелец». Так, ну, ещё раз, астрологически, это дом огня, фрегон, точнее, огня. Вот, ну, дело в том, что судьба играет человека, да, как мы говорим часто, но в данном случае это относится именно к таким людям, которые родились в это время. То есть, планета Уран оказывает на таких людей просто невероятно огромное значение, планета Уран. Ну, и планета Уран, вот это вот раха, почему всё совпало? Совпало, я бы не сказал, что это совпало очень и очень позитивно. Для многих людей, которые не понимают, о чём идёт речь, и которые находятся априори в каких-то негативных состояниях. Ну, соответственно, мы об этом тоже поговорили. Давайте я с этим закончу. То есть, Уран называют Уран, да, ну, какая планета, которая, скажем, на западе Уран, ну, вот на востоке это Раху. Это двоюродный, условно, двоюродный брат Сатурна, поэтому в воле случая такие люди, которые родились, они очень и очень подвержены. Несмотря на это, они очень интеллектуально и умственно одарённые люди, очень самобытные люди. У них очень богатое воображение и большие творческие способности. Ну, они живут особой такой своей жизнью. Вот. Планета Раху – это кармическая планета. Я уже говорил о том, что именно планета Раху, да, стоит между Землёй и Солнцем, что и образует затмение. То есть, планета Раху, которая, что самое интересное, массы не имеет, и это действительно научный какой-то такой парадокс для учёных, которые это объяснить как-то не может, как нематериальный объект может заслонять материальный свет. Ну, опять же, а что такое свет тогда в таком случае? Ну, любой физик, конечно, объяснит. Вот. Но, тем не менее, это объяснение с нашей материалистической точки зрения. Они опасны для таких людей, опасны какие-то контакты, ну, скажем так, с религиозными, общественными и тайными организациями. Почему? А потому что именно планета Уран оказывает на них вот именно такое воздействие. То есть, очень серьёзные какие-то могут быть разногласия в этом плане. Соответственно, реакции на эти разногласия будут, ну, не всегда позитивными для обеих сторон. Поэтому лучше бы не иметь с ними дела вообще никак. Материальная сторона жизни. Ну, скорее, можно зарабатывать деньги, поскольку они умственно одарённые люди. Вот таким, как бы, умственным трудом больше, чем физическим трудом. Ну, в частности, литературным трудом. Вот, живопись. Ну, а что касательно того, что деньги хранятся, хранятся, это не умеют они хранить. И поэтому им не стоило бы, скажем, вовлекаться в какие-то, скажем, опасные ситуации, какие-то спекулятивные ситуации, поскольку они и так деньги зарабатывают, вот так, сколько, поработал, бросил, заработал и так далее, и так далее. Но они зачастую вовлекаются в какие-то, могут вовлекаться в тайные организации, повторяю, не религиозного толка, но мистические. Вот, они склонны к мистике. Они склонны к мистике, они склонны к каким-то тайнам и оккультным наукам. Ну, вот где-то так. Ну, по поводу здоровья, два варианта возможны. Первый вариант – неожиданные какие-то особо таинственные заболевания, связанные, то есть, формально никто не может определить. То есть, анализы сдали, все анализы нормальные, а человек болеет. Ну, вот непонятно. Но это один вариант, да. С желудком надо иметь, скажем, диету, правильную диету, надо соблюдать, потому что там, возможно, с желудком проблемы. Могут быть воспалительные процессы с легкими, особенно в наше время сейчас. Поэтому, ну, превентивные меры, которые, мы знаем, всем предлагаются, для них могут быть как раз-таки показаны. Вот. Ну, следующий вариант, сколько два варианта есть, да? Следующий вариант – это могут быть несчастные случаи. Ну, вот, примерно так. Примерно так. Далее. Далее. Значит, здесь стоит картинка. Давайте мы посмотрим этот фильм, который я так и не довел до конца. Анализ. Ну, по-моему, там и так все ясно. Давайте я его быстренько прокручу. И для тех, кто не видел, да? Еще раз нас наблюдает пару человек с моего личного канала, который я практически никогда не делаю программ. Это канал, YouTube-канал, Майкл Мелехов, как и называется. Ну, не знаю, стоит ли давать, кто захочет, найдет. Я не по той части привлечения людей, потому что мне это как бы надо. Я с точки зрения информативности. Так, давайте мы посмотрим. Я прокручу просто, да? Ну, вот этот вот называется, еще раз, о чем идет речь, козлик у нас, понимаете ли. Вот. Козлик я не могу, я буду прокручивать. Да? Вот видите, козлик в концентрационном лагере, да? Как бы сидит за колючей проволокой. Ну, а дальше вот это мы все с вами были. Я делал, по-моему, три таких анализа. Ну, я сейчас быстренько-быстренько прокручу. Собственно говоря, самое главное не это. Видите, статуя свободы, да? Вот. И вот какие-то тут непонятные существа. Очень и очень такие, да? Бурдалаки какие-то. И это имеет отношение к тому, что происходит. Сейчас мы к этому сейчас подойдем, к этому моменту, да? Вот. И вот, смотрите, кто у нас появляется. Вот, смотрите, кто у нас появляется. А? И вот, смотрите, кто у нас появляется. Ну, пожалуй, на этом можно закончить показ. Который символизирует путь куда? Путь к свету. Путь к свету. Вот эту ссылочку на затмение я дал в SunGate Underground чат. И в SunGate Chat у нас есть два телеграм-канала. SunGate Underground и SunGate Chat. Просто SunGate, да? Вот. Можно, кому интересно, посмотрите там. Да? Ну, для... Сейчас я скопирую ее. Так. Семновато. Вот. Кому интересно, я дам. Я сейчас объясню. Вот. Суточку я поместил, да? Кто-то вот у нас пару человек у нас смотрит через телик, через YouTube. Интересно, да? Смотрите. Эклипсы 21-го года. Эклипс – это затмение. 21-го года, 22-го года. И вот здесь очень есть интересный момент. И мы сейчас об этом поговорим. Также я дал ссылочку в телеграм-канал. Вот такой фильм. Zombie Apocalypse, да? Dead Nightmare Series, ну и так далее. Zombie Short Film. Ну и вот мне написали. История такая, да? Значит, вот пишет. Майкл, этот фильм про зомби я в 90-х годах не могла смотреть. Потому что уже тогда я понимал, что это может быть реальностью. Чем больше людей это просмотрит и выдав свои эмоции, тем плотнее образуется мыслеформа. Отменяю эту реальность. Ну, давайте мы разберем этот момент. Давайте мы разберем этот момент, да? Как я понимаю, еще раз, я не беру на себя ответственность говорить о том, что я как бы знаю все, и надо следовать этому. Но я понимаю это таким образом, друзья. Первое. Значит, мыслеформа, здесь абсолютно правильно. Создается мыслеформа, но создается каким образом? Человек, любое материальное существо, себе создаст все, что он захочет. Он себе создаст любую мыслеформу. Он создаст себе любой мир. Он будет вести постоянные диалоги с воображаемым собеседником, с реальным собеседником. Он живет, мы живем все в своем каком-то мире, который называется, что самое интересное, иллюзорный мир. Потому что все до единого люди в материальном мире, они живут в майе. Майя это иллюзия. Иллюзия, с военскорийское слово такое, да? И этот мир создан, я много раз об этом говорил и буду говорить, этот мир создан для одной цели, чтобы мы поняли нашу божественную природу, и тогда у нас появляется шанс избежать вот этих катаклизмов, в которых мы все вовлечены, и все участвуем как материальное существо. В этом фильме, который только что демонстрировался, показан кто? Ну, понятно, Иисус Христов, да? Который пришел на Землю показать, указать нам путь к свету. Он выполнил свою миссию, да? Как высшее существо, сын Бога был послан, как аватар. Дать нам любовь. Да? Все. Это была его миссия. Как мы восприняли? Восприняли так, как мы захотели, да? Мы знаем, что произошло. Мы, правда, не знаем потом, что произошло. Многие не знают, что произошло. Поэтому, говорит, очень многие говорят, ну, опять же, второе пришествие Христа. Ну, Христос – это же не фамилия, Иисус – имя, а Христос – фамилия. Иисус – Христос. Это же нет. Это же, наверное, многие понимают, да? Я не хочу касаться этих аспектов, поскольку это религиозные какие-то моменты. И люди, которые сегодня в таком серьезном религиозном эгрегоре, в мыслеформе, да, они будут, соответственно, реагировать. И вот это не хотелось бы, потому что сегодня мой ответ звучал, вот это все звучало так. Я согласен, да, к примеру, да, но вот этот фильм – это не рекомендация к просмотру. Это ссылка на фильм и всего лишь. То есть это есть, есть такое, да, такой вариант есть, и он имеет развитие, и он будет иметь развитие. Что самое интересное, хотим мы этого или не хотим. Но это предупреждение того, что может быть. Может быть, если мы не перестанем заниматься какими-то вещами, которыми мы занимаемся, не понимая, чем это нам грозит, да? Как будет реагировать, как и кто будет реагировать, зависит от нашей ментальной составляющей, да? То есть, что, по сути дела, происходит? Происходит то, что мы создаем себе, мыслеформу. Я в свое время читал, ну, невероятное количество книг по фантастике. Всю фантастику, которая тут была, я, наверное, прочитал. Ну, издававшиеся в Советском Союзе в то время, да? Я с собой даже… У меня куча книг в «Бейсмоте» валяется, которые, конечно, я уже читать не буду. Слава Богу, 30 лет прошло. Но вот мне казалось, что кто-то будет читать, и я, возможно, в том числе, где описывается очень четко этот фильм-то… Ладно, Бог с ним, когда этот фильм был, 90-е. Это было раньше, которое я читал. Это было лет на 30 раньше вот эта вся фантастика. И сегодня это действительно реальность во многом. И оно и будет, оно и будет реальностью. я хотел бы показать, просто интересно, да? Значит, вот смотрите, как это все происходит, что происходит на этом сайте. Смотрите. Давайте посмотрим, как оно будет двигаться. «Интересно». Начинается частичное затмение. Это затмение 19-го числа, 21-го года, 19-го ноября. Максимум эклипс, видите, максимум затмения. И далее идет на убывающее, на убывание. Вот так это все происходит. Скорость в 500 раз больше. Ну, специально. частичное затмение везде заканчивается. Вот. И то же самое, значит, смотрите, вот видите, 10-го числа, то есть, 10-го, 4-го декабря. Вот. 4-го декабря. Вот. Смотрите. Ну, мы не смотрим на само затмение, видите, Солнце, а это Луна, видите, двигается. Все. Достаточно. Просто это, так сказать, интересно. Сейчас я поставлю другую картинку, потому что смотреть на затмение, ну, уже оно закончилось, поэтому это не важно. Я хочу вот что показать. Вот это вот картинка интересная, да? И мы сейчас об этом поговорим. Значит, прежде чем мы говорим, пускай она побудет, эта картинка здесь, но мы поговорим вот о чем. То есть, все-таки давайте мы закончим с мыслеформами, что происходит, когда мы, допустим, смотрим какое-то или слушаем какую-то историю, и действительно мы себе строим эту мыслеформу. и вот что происходит, да? После этого особенно очень показательно было, если бы это не было, к примеру, история, которая произошла у нас на нашем канале, Сангейт-центра, и просмотров, огромное количество просмотров, и огромное количество негативных отзывов на эту программу, которая вела Елена Смирнова. Вот если бы это не было Елены Смирновой, можно было бы еще как-то подумать о чем-то вдруг. Потому что сама по себе история ужасная, да? Речь идет о девочке, над которой издевались приемные родители, издевались, я не буду пересказывать эту историю, но огромное количество людей отреагировало очень негативно. Что самое интересное, огромное количество людей, это одна десятая от общего количества людей, которые все-таки выразило позитивное настроение. Им понравилось, что им понравилось в этой истории. Что в этой истории может понравиться, вообще-то говоря? Ну, казалось бы, ничего не может понравиться в этой истории. Об этом я уже несколько раз рассказывал. Ну, как это? Чего ее слушать? Вот, к примеру, что-то смотреть этот фильм про эти зомби. Так не смотреть. А кто говорит, что надо смотреть этот фильм? Нет. Но это ведь есть. Это то, что может быть. Это наша обратная сторона, нашей сущности. У каждого человека есть плюс и минус. Два полюса. И быть этого по-другому не может. Об этом много раз говорилось. Так вот, смотрите, что происходит. Те люди, которые выразили негатив, еще раз, 90% им понравилась программа, 10% не понравилась. вот. Так, что происходит с этими людьми? Первое, эти люди создают себе вот этот вот мыслеформу. Они создают себе. Но смотрите, что происходит. В первую очередь, в первую очередь, если мы, вы, ну, к примеру, есть развитие каких вариантов. Первое, фильм мы включаем и выключаем. Ну, нам не нравятся зомби, да. Ну, смотреть страшилки это, ну, не хочу я смотреть, да. Второй вариант. Мы смотрим, потому что мы, есть люди, которым это нравится. Вот они смотрят, они нравится, там убийство, там все, ну, нравится им, понимаете. Есть такая категория людей, кстати, очень и очень много. И третий вариант развития события. Человек смотрит, да, но не реагирует на это. Ну, каждый день, в мире происходит каждый день, каждую минуту в мире происходят какие-то убийства, изнасилования, понимаете, какие-то страшные какие-то преступления, войны происходят все время. Ну, дальше что? Но если они есть, они есть, да. Что мы делаем? Мы смотрим это и вовлекаемся вот в это все вот это самое и выражаем свою мыслеформу, да. То есть, что происходит? Это очень плохо. Но если мы реагируем на это событие, мы себя разбиваем напрочь в первую очередь. Во вторую очередь мы выносим негатив по отношению к Елене Смирновой в данном случае, да. Ну, или ко мне. Вот я сейчас буду рассказывать какие-то страшилки, да. И, конечно же, будут люди, которым не нравится это, да. Не нравится по какой-то причине. Неважно. Они сами себе придумали эту причину, да. Она же вполне может не соответствовать. Например, я не говорю, что я весь такой светлый и пушистый, да. Но человек, который реагирует на какую-то информацию, это ведь информация, правильно? В первую очередь. Пока информация позитивная, негативная, это вопрос другой. Опять же, что такое позитивное, что такое негативное? Это вопрос, вообще-то говоря, философский. Позитивное для кого? Ну, смотрите, что происходит. Объясняю. Элементарно. Ну, для меня элементарно. Не знаю, кому-то это будет неприятно. Без сомнения, да. Вот смотрите. Люди, да, сегодня умирают. Правильно? От чего они умирают? Они умирают от каких-то катаклизмов. Они умирают от болезней, от эпидемии, от пандемии. Они умирают от примитивных мер после применения или до применения, не имея значения, да. Это хорошо или плохо? Это вообще и никак. Вот послушайте Ольгу Викторовну, она скажет, это здорово и замечательно. Да? Почему? Этому человеку, который ушел, причина на это есть. Ну, почему два человека? Вот как одна написала нам, с Ольгой Викторовной была программа, одна дама написала, я заболела, а мой муж, понимаете, ну, такое впечатление, что она вот как бы не знала. А мой муж, который, понимаете, ослабленный весь из себя, иммунитета нету, и он какой-то весь из себя, вот весь из себя, и он не заболел. Ну, такое впечатление, что когда читаешь, ждешь, что вот тут. Как это так? Вот. Ну, кто его знает, почему? Ну, всякие. Вот я же говорю, есть же причины, есть же предпосылки, почему человек заболевает, а если заболевает, вылечивается, а если не вылечивается, умирает. Но это есть предпосылки, и есть. Так вот, еще раз. Для того, чтобы понять причину, да, а мы ее никогда не анализируем, уже об этом тоже много раз говорилось, то есть, почему мы не анализируем причину, почему человек ушел прежде временем? Ну, почему? Да? Мы сожалеем, правильно? Мы плачем, мы рвем на серверово волосы, если они есть. Вот. Почему? А почему мы не анализируем? А почему вот эта вот гибель, смерть, я знаю, уход, почему это нам не урок? Вот объясните. Почему мы только вот смотрим на это, как, ну, вот просто, или мы сожалеем, или просто никак относимся к этому вопросу. Так вот, те люди, которые относятся к этому негативно, да, они создают серию мысли-форму. Вот и все. Если мы не будем к этому относиться негативно, я не говорю, что это надо, относиться к этому позитивно, к этим страшилкам, или к этим вещам, почему бы, вот, вот, ну, как бы, по барабану, да, ну, оно есть и есть, но оно существует, но на это есть причины. Ну, а вы-то тут при чем, объясните. Ну, мы-то тут при чем? Ну, создавайте свою мысль-форму позитивную, и все будет здорово и замечательно. Ну, казалось бы, еще раз, это вопрос очень и очень, простите, философский, да, на него можно не обращать внимание, да, давайте я разбавлю свои вот эти измышления, да, ну, и о чем здесь идет речь? Значит, ну, первое, у нас была программа на YouTube, моя программа, посвященная Захмению, ну, и там были какие-то упоминания, где я сказал о том, что будет продолжение этого, программы, связанные, действительно, с предстоящими испытаниями, которые выпадают на наши годы. Бедные несчастные, мы же бедные несчастные, правильно? Нам же постоянно какие-то поздни кто-то строит. войны, эпидемии, какие-то повышения там, возрастного там центра, пенсии, черт, что происходит? Постоянно нас гнобят, понимаете? ну, 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 и вот, простите, две картинки, причем тот август, 19, 11 числа, 1999 года, кто-нибудь знает? Ну, мало кто знает, допустим, да? Дело в том, что за два дня, до этого затмения, 99-го года пришел к власти у нас кто? 22 года, да, уже президент, российский президент. Эклипс затмения 19 ноября. Но дело не в этом, а дело в том, что здесь стоит крестик. Вот здесь стоит крестик, и здесь стоит крестик. Вот. Вот здесь стоит крестик. Эти два затмения достаточно интересны в каком плане? Они интересны в том плане, что в реальности, в нашей жизни, в которой мы сейчас проживаем, да, кто еще остались? Значит, упоминал, знаете кто? Сам Нострадамус. Шильдер Нострадамус. Лето 99-го года и ноябрь, и конец 2021-го года. То есть, вот эти совпадают с затмениями, значит, то есть, это крест, планет, и лунное затмение, это было, которое сейчас было, 19 ноября, оно как бы прошло, ну, как бы, ну, есть и есть. Но это лунное затмение было самым длинным по времени, да, за последние 600 лет. Значит, если мы посмотрим, я уже не знаю, кто, насколько здесь разбирается в машинах, машинах, есть такая машина под названием Порше, да, Порше. Вот. Вот эта машина есть, одна из марок машины 911. 911 это код Порше, да, и они оба имеют этот код, оба этих затмения имеют этот код, и это не случайно. Солнечное затмение, скажем, солнечное затмение, еще раз я хотел бы повторить, это негативно, поэтому я сегодня Елене Смирнову хотела показать картинки, которые она делала, фотографировала затмение. Я, ну, она приняла во внимание, обычно, если я говорю, она соглашается с этим вещем, она знает о том, что, ну, я имею тоже какие-то связи, да, скажем так, вот, поэтому она согласилась, и она не показывала картинки смотреть на затмение очень негативно. И почему негативно? Это не западный подход, потому что, скажем, западный подход имеет, ну, к примеру, солнечное затмение в основном относится к христианскому западу, да, ну, или православному, скажем, да, вот, а лунное затмение относится больше всего к Ближнему Востоку. Почему? Потому что лунное затмение это, Израиль в частности, соблюдает одну из заповедей, которую совершенно никто не соблюдает на Западе, ну, почти никто, да, потому что можно не сомневаться, что на сегодняшний день у многих запланированы встречи, да, встречи, ну, неважно, с родственниками, с друзьями, стирки, уборки, почему? Выходной день же, вроде бы, да, рестораны, да, вы что, думаете, не будет ресторан? Да и будет, люди, вот у нас в Соединенных Штатах суббота, воскресенье, это русские дни, потому что все русские идут в рестораны, Russians, в Америке называют русские Russians, нету национальности, у нас нету национальности, вот, все, кто в выходцы, все, кто говорят на русском языке, это все Russians, вот, пойдут в рестораны и будут плясать, танцевать и так далее, а почему на Востоке этого никто не делает? Почему? Они что, больные, что ли, там, да, на Востоке, я имею ввиду, в частности, на Ближнем Востоке, да, они соблюдают заповедь, заповедь, четвертая, по-моему, да, это заповедь субботу не заниматься такими, причем затмение еще, ко всему прочему, вы представляете? То есть, почему кармическое? Мы сегодня в программе, в которой речь идет о кармических вещах. Кармическое, потому что две планеты, Раху и Кету, это планеты, поэтому лунное затмение, оно имеет отношение к Луне, да, лунное затмение, поэтому на Востоке, да, то есть, в эти дни не работать, в эти дни ничем не заниматься, тем более, про затмение я не говорю, просто даже про субботу, да, в эти дни надо, ну, посвятить, скажем, медитациям, благотворительностью, там, психик, допустим, храниться, да, я не знаю, вот, если бездомных не хотите, вот, ну, никаких постерошек, никаких, стричка ногтей запрещена, ну, как бы, не рекомендуется, парикмахерские, посмотрите, все парикмахерские работают во всю, почему? Ну, как почему? Ну, потому что, люди, выходной день, значит, идут встречаться, вот, женщины, понимаете. А мы говорим о чем? А мы говорим о каких-то страшных историях, которые рассказываются. На это мы почему-то обращаем внимание. Почему мы не обращаем внимание на элементарные вещи, которые находятся из разряда заповедей, высших заповедей? Чего же мы тут не реагируем? А потом удивляемся тогда, в таком случае, если мы нарушаем все законы, да? Если мы смотрим на затмение кармической планеты, то есть мы вбираем в себя всю негативную карму, потом мы удивляемся. Обычная история, на которую кто-то не обращает внимания, да? другой человек создает себе мыслеформу, себя напрочь уничтожает со временем, да? А потом у него любая какая-то, скажем, оказия случается, любой какой-то чих или что-то еще, он заражается и уходит. нонсенс. Ну, я знаю очень много таких случаев. Я же знаю, ну, действительно знаю, многие случаи и очень известных людей. Тех людей, которые перед тем, как это событие, ну, уход, произошел, ну, имели вот такие вот какие-то вот вещи, с ними происходили. Негативные вещи. Ну, скажем, раздор с кем-то был, да? Какой-то. Какая-то вот, то есть, куча негативных эмоций. Всеми силами надо уходить от негативных эмоций. Если кто-то говорит, ну, наверное, какая-то цель есть. Есть разные цели. Ну, как можно, допустим, к примеру, тоже Елена. Вот сегодня у нас была передача, ну, совершенно потрясающая программа. Вот. Она делает три двухчасовых вебинара, как защитить себя и защитить свое эфирное тело. Много людей на Западе вообще знает, что есть такое вообще эфирное тело. Понимаете? Вот. Но ведь это... А я говорил, это же важно, если мы не знаем, что это такое. Первым делом человек уходит, да? Ну, физическая смерть наступила. Ну, расскажите, кто-нибудь, медики, да, они понимают вообще, говоря о том, что существует не одно физическое тело, а существуют еще другие тела. И вот это эфирное тело наблюдает со стороны, как мое тело, как я умер, да, трое. Трое я наблюдает, как я умер или кто-то вот. Да? и если оно находится загрязнено, да, вот это почему? Потому что в наших тонких телах существует вот эта мысль формы, которую мы себе создаем, сами создаем, услышав какую-то негативную историю, там, смотрев какой-то негативный фильм, да, вот это эфирное тело загрязнено. Если оно загрязнено, тогда оно может не уйти. Понимаете? То есть, душа, да, она может застрять. И вот это очень хреново, простите. То есть, мы можем гулять там по кладбищам, там, где-то там еще, ну, а формально его похоронили или ее похоронили, там люди ездят, там уже никого нет, он продолжает ездить на кладбище. Вот. А там привидения, ходят, но нам это надо вообще? Ну, наверное, нет, правильно? Но мы же этого не понимаем, мы же не видим этого всего, но кто-то видит, но таких людей очень немного. Поэтому надо быть с этим делом очень осторожны, да? Поехали дальше. То есть, у лунного затмения траектории, как бы, нету самой траектории затмения, ну, мультики, конечно, можно нарисовать, да? то есть, в данном случае, в данном случае, начало в Европе, конец в Кашмире. Кашмир, это война, возможная, еще раз, но не война, а какой-то вооруженный конфликт, Индия, Пакистан, и Китай, кстати, да? то есть, мы сейчас говорим о затмении, которое было 11, простите, 19 ноября. Кашмир, опять же, Кашмир, вот интересно, да? И фильм перед этим был, вот я сейчас просто сопоставляю, я же не планировал это все, просто вот как бы мне вот так, в таком порядке было, да? А почему Кашмир? А что произошло после того, как Иисус Христос Его распяли, да? А что после этого произошло? Наверное, немногие знают, и, конечно же, немногие согласятся. А произошло то, что тело-то телом, да? Но Он воскрес, будем так говорить, да? Ну, условно, да? И Он проживал всю свою жизнь в Кашмире. В Кашмире и был похоронен в Кашмире Иисус Христос, да? Просто там Его называли пророком, Его называли Юз-Яса, и это было место в Кашмире, в провинции, да? Под названием Роза-Бал. Кому интересно, найдите, посмотрите, Роза-Бал. Об этом было, по-моему, пару программ, давно очень, две, четыре, там, пять, не знаю. Я делал эти программы, где гробница Господня, фотографии есть, да? Где написано, Юз-Ясаф, это отец прокаженных. Ну, не отец, точнее, а, ну, можно сказать так. Короче, он излечивал прокаженных. вот, 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 когда мы сейчас, почему сейчас, почему сейчас это происходит? И вот мы сейчас приходим на те самые вещи, о которых говорилось, ну, краешком, говорилось в программе, которая была на Ютьюбе, да? вот эти крестики, которые мы видим на экране, они идут, они ведут, короче говоря, к тому месту, где была Атлантида. То есть, вот, видите, да? Чехия, тут написано Австрия, Словакия, Венгрия, да? То есть, вот это вот разделяет. Это давно мы говорили. Вот, вот эта вот граница, которая идет, да? Видите, где она идет? Вот то, что ниже, оно нехорошо, короче говоря. То, что выше, это получше. Вот. Я имею в виду, о том, что катаклизмы возможные, да? Природные катаклизмы, там, вулканы и так далее, да? Вот это вот Медитеринси, Средиземное море, короче говоря, и так далее. Ну, там же находятся, да? Вот это вулканы, там, Италия, там, и так далее. Ну, и там же и Турция, Израиль, ну, вот эти все моменты, да? Вот. Значит, и в Атлантиде, и у нас сейчас находится такая система ходов. То есть, на Земле у нас есть определенные точки входа в другие реальности. Вот. У нас был вопрос в одной из программ, хороший был вопрос, только он задан был, не совсем, значит, возможно, корректно. Там, тектонические разломы, там, и как, там, Вселенная, там, энергия Вселенной и так далее. Я не помню, кто задал этот вопрос, там, ник был, насколько я помню. Но смысл какой? Смысл такой, что на Земле находятся определенные входы, они скрыты, конечно, входы в другие системы, параллельные реальности и так далее, и так далее. То есть наступает время на Земле, пока мы идем туда, но мы должны дойти, убрать негатив, короче говоря, убрать негатив, убрать нежелательное население планеты. Так это, Варна Санскара, так называется это, убрать, чтобы с Земли ушло нежелательное население планеты. Это не люди, которые это запрограммировали, это не, упаси Бог, какие-то там вакцины и там противоядия. Нет, нет, это просто целая программа, которая развернута была откуда-то там очень и очень высоко. Допустим, просто цикл, он должен закончиться чем-то как-то. Все, мы находимся в этом цикле. Вопрос заключается в том, как мы будем на это реагировать, как мы будем с этим жить. Значит, будем ли мы жить с нашим грязным эфирным телом или нет, да, об этом идет речь, пожалуйста, кто желает, отжалейте себе вот эти вот несчастные, причем там какая-то сумасшедшая скидка к Новому году, стоимость этого шести часов вебинара, вообще смешная, но тем не менее, вот, кто хочет, конечно. Кто не хочет, ну, у нас есть открытая программа, не вопрос, дело же не в деньгах, а дело в труде, людей, которые делают вот этот труд и предлагают, да, вот, так вот, произошел, примерно 50 тысяч лет тому назад, произошел очень и очень серьезное событие, по сути, гибель огромного населения людей, ну, 40 тысяч лет назад это было, скажем, Атлантида, ушедшая, да, под воду, мгновенно, почему люди нарушили законы, как и мы делаем, у нас пока этого не предвидится, но для какого-то определенной части населения, да, оно уже есть и будет, без сомнения, это уже было, а что тогда люди, которые жили 50 тысяч лет назад, о чем они тогда говорили, расскажите, ну, допустим, маски они не носили, допустим, ну, не было этих самых, вот этих вот, мукольчиков, ну, не было тогда, допустим, ну, что-то было другое, ну, они же, вы представляете, континент целый ушел под воду, высоко каких-то образованных, высокотехничных, высокоинтеллектуальных людей ушел весь континент, о чем мы тогда говорим, было это, было, ну, ну, закон такой, то, что было когда-то, будет еще раз, это не значит, что вот оно прямо сейчас будет, а нет, всемирных потопов пока не предвидится, но вот, 50 тысяч лет назад, Лемурия, да, ну, по-разному называют, Доравидии, там, Доравидийцы, ну, это была война, об этом тоже описывается, это все, про майя не описывается, об этом, можно почитать, я об этом говорил пару раз, наверное, да, вот, технологии атлантов, атланты могли летать, да, ну, как летать, не как птицы, не как самолеты летают, да, ну, вот, к примеру, да, вот, они могли, скажем, там, с крыши, там, небоскреба, они могли, вот, как этот, человек-паук, там, я не знаю, ну, вот, фильмы эти, да, ну, это, вы думаете, чего, это кто-то придумал, это было, это все фильмы эти были, и Лукаса фильма, «Звездная война», это все было, это все воспроизведено сегодня, и поэтому мы что-то думаем, вот, мультики там, предсказания, конечно, это было, люди считывают это все, есть люди, которые умеют считывать информацию, которая будет, все они считывают, прошлое, настоящее и будущее, это одна, это схлопнувая в одной точке, которую мы сегодня настоящие, да, определяем, только мы не умеем в нем находиться, пока еще не умеем, замедлить это все движение, да, и увидеть себе, быть здесь и сейчас, мы только умеем говорить о том, что надо быть там, но попробуйте кто-нибудь, да, я хотел бы посмотреть, значит, поэтому, значит, допустим, вот этого крестика, так, что это означает, то есть, 50 тысяч лет назад это началось, и вот золотой век, куда мы сейчас идем, полным ходом, Кали-юга, малая Кали-юга, в пределах большой Кали-юги, маленькая Кали-юга, она, мы переходим в два пара юга, и потом будет это самый золотой век, через пару тысяч лет, через 4, может быть, не важно, тысячи лет, да, то есть, то, что сейчас Европа, и тут крестик проходит через Австрию, как вы видите, да, я не знаю, видно или нет, наверное, видно, да, я могу увеличить, вот, видите, Австрия, Австрия, Германия, там находятся горы, да, Аутисберг, по-моему, да, такие, и там находятся входы, входы в эти самые параллельные, там, какие-то реальности, и так далее, и так далее, то есть, большинство тестов, которые сегодня на, значит, эпидемию, да, оно проводится в Австрии, и, ну, эти вещи не стоят, наверное, да, короче говоря, чем это все может закончиться, это, в принципе, не имеет никакого значения, но речь идет к тому, что это все пока еще какие-то моменты, которые ведут к чему-то следующему этапу, в следующий этап, значит, у нас будет, ну, первый, ближайший, но это не этап, это все равно мелочь, потому что речь идет о 24-м годе, о 30-м годе и так далее, но в ближайший какой-то этап, такой маленький, это, допустим, весна следующего года, 22-го года, да, вот, но дело в том, что 30-й год, есть очень интересный момент, потому что в 63-м году в Ватикане, в Ватикане произошло, ну, конечно, это не так не сказать, потому что Люцифер, это нет такого, как бы, да, это Патча Ангел, мы его называем, но по сути дела, это было, кто захочет посмотреть, в июне, в июне 63-го года, это было коронование, вот этого самого товарища, падшего нашего, почему, да, ну, это 66,6-х лет, вот это, опять же, этот ход, три шестерки, который приходит к 30-му году, вот, да, 66,6-х, да, 1930-й год, значит, возвращаясь к затмению, возвращаясь к затмению, три главные столицы мира, это, ну, Европа имеется в виду, не мир, Европа, основные столицы, я имею в виду, основные столицы, где происходят какие-то события, то есть, это Рим с Ватиканом, это Вена, и Ворошава, то есть, за последние какие-то, ну, наверное, уже месяцы, да, недели, месяцы, произошли достаточно серьезные изменения, вот, кризисы, ну, и в это время происходили кризисы, которые ведут к каким-то следующим, к каким-то событиям, ну, в частности, кризис Польши был, да, экономический кризис, он, собственно, не был, он есть, ну, и дальше, значит, события, какие события, в ноябре, в ноябре, это были события, связанные с затмением, но еще и перед затмением были события, поступили какие-то некоторые, некоторые данные, которые в печати, они не появлялись, это по поводу вот всех этих там вакцинаций и так далее, да, значит, сейчас прогнозируется, еще раз, вот, начало было в той программе, в которой была последняя программа, по поводу оспы и по поводу костных заболеваний, ну, где-то примерно месяца 8 тому назад, была программа у нас на канале, и это было только, ну, как бы начало, в основном, да, вот это всего, то, что сейчас происходит, но уже тогда была, речь шла о новой эпидемии, которая возможна, да, то есть, вот сейчас вот эти все варианты, я думаю, что они закроются, эти варианты, развития вот этого всего, не будет уже, более, но пойдут другие эпидемии, то есть, все то, что можно было сделать, уже сделано, уже, как в этой самой, маски скинуты, господа, да, но не скинуты еще, но они будут, конечно же, да, убраны, потому что толку, все равно, по-моему, никакого нет, с них, на всяком случае, ну, человек заходит туда, одевает, поскольку надо, выходит, снимает, что толку, ну, дальше он и ходит, ну, на всяком случае, у нас там, и общается, и беседует, я беседовал, кстати, с Евгой Сергеем Бординой, так, и она мне говорит, вот был концерт, «Селенная Простова», я спрашиваю, ну, ты хоть собрал там зал? Она говорит, Майкл, ты что, 50 процентов, я говорю, как, люди не пришли? Она говорит, так у нас нельзя больше, то есть 50 процентов должна быть заполняемость, хотя всегда шлаги, в Большом театре, и все, но это все должно закончиться, достаточно скоро, наверное, вот, но, значит, речь идет о том, что вообще, в принципе, заканчивается, все это закончится не ранее, чем 48-й год, наверное, да, 48-й год, ну, и будет становиться, к сожалению, хуже, потому что у нас дата переходная, астрономическая дата переходная, еще очень-очень далеко, 2163-й год, астрономический, мы должны перейти в следующую югу, и тогда вообще уже все закончится, но вопрос заключается в другом, вот, с помощью наших, вот, тонких тел, когда мы переродимся в очередной раз, мы каждый разом будем все набирать, эволюционные какие-то наработки получать, и вот с этими наработками мы будем позитивно переходить, и вот то, что вот в самом начале мультик этот был фильм, нас ведет к свету, значит, учитель, да, и Господь, и Сын Бога, Иисус Христос, и в принципе, да, Он нам освещает путь, сердце, да, сердце находится, любовь, это все то, что мы видели, это, да, все будет, значит, что еще, число зверя, как его называют, число зверя, или дьявола, неважно, три шестерки, и риск события прогнозируется на 14-18 декабря 21-го года, Европа, речь идет о Европе, в частности, Австрии, да, Австрия, это определенный фрактал, да, и вот этот вот, там, если помним, да, не случайно там прошло открытие вот этого Кодр-туннеля, дьявольский этот туннель, там происходит определенное событие, определенный портал, это действительно портал, фрактал, неважно, и там находится где-то в том месте, в той зоне находится так называемое Бельдербергское правительство, да, ну, и в частности, большее количество людей туда приглашают, когда вот эти форумы, они сады, вот, они приглашают большинство граждан, которые проживают в Австрии, вот, чем из любой другой страны, по численности населения, да, значит, Билл Гейтс, которого все гнобят, да, поскольку в последнее время забывшие о том, что это он открыл компьютер, причем интересная, вот, прослеживается такая интересная тенденция, ну, во-первых, не совсем так, мы когда-то беседовали с Константином Степанским и речь шла о том, что совсем другие вещи, поскольку он очень и очень серьезный меценат, Билл Гейтс, у него есть фонд, кто бы чего не говорил, сейчас можно поставить сразу миллион дислайков, поскольку мы же его не любим, мы создали себе мысльформу, понятия не имеем, но мы тут находимся, большинство из всех людей, которые вот это все там, или в набер, вообще здесь никогда не проживали, в Соединенных Штатах, в частности, и то, что они читают, это всего лишь пропаганда, называется, или желтая пресса, как ее угодно, здесь все не так, более того, сколько раз было, когда я беру вот это, да, и смотрю на англесском языке, ну, все переделано и перекручено, пропаганда, ну, как она всегда была, она есть, и всегда она будет, противоставление одно другому, наша лучшая страна, вот, если американцы были на Луне, давайте мы сейчас полетим на Луну, ну, и так далее, и так далее, мы же это все знаем, да, правильно, так вот, Билл Гейтс, в этом, может быть, что-то есть, но дело не в нем, вообще и никак, а дело в том, что кто-то, кто-то, и какая-то медийная фигура, она должна быть, потому что ее знают, да, ну, кто знает Майкл, ну, знают те, кто в Сангейс, ну, капля в море, правильно, меньше, чем капля, вот, а вот если Билл Гейтс, ого, вот если он так сказал, ну, это же Билл Гейтс, сказал, и так далее, но, вначале, а где распространять информацию, но для этого надо сделать компьютер, понимаете, это целая программа была, значит, надо сделать компьютер, надо сделать программное обеспечение, компьютер, что такое, это железо, правильно, но туда надо его наполнить, все вот это вот все сделать, верно, это все целая же серия, даже звенья, которые складываются в определенную цепочку, и теперь мы через тот самый компьютер, который создал тот сам Билл Гейтс, читаем, какой он весь из себя, так, понимаешь, резиска, понимаете ли, и который прогнозирует, он создал, значит, плановая эпидемия, что такое плановая, это же не значит, что Билл Гейтс создал плановую эпидемию ОСПУ, плановая, она находится в плане высших сил по обеспечению очистки земли от негативных элементов, вот тогда все меняется, правильно, все с ног на голову, или с головы на ноги встается тогда, правильно, но тогда, если брать это и забыть о том, что вот наше отношение к этому вопросу, а чисто абстрактно, тогда все, наверное, правильно, так вот, плановая эпидемия ОСПУ, которая может начаться уже в декабре этого года, поэтому даты события, которые пройдут, вероятно, незаметно, потому что вот этот несчастный там штамм, который новый, там, это родновидность его, ну, полная билиберда, с моей точки зрения, но опять же, надо же раздуть вот это все, для чего? А чтобы создать боязнь, да, боязнь, чтобы человек боялся, а чтобы человек боялся, для чего? Он боится, он получит. Вот мы боимся уколов, получим их, да, мы боимся последствий, получим их, да, вот кто не боится, тот ничего не получит, ну, ничего не получит, вот можете даже не сомневаться, вот и все, то есть вопрос заключается в том, как не бояться, это вопрос другой, но по сути дела это именно так, да, и вот здесь есть определенные компании, которые этим занимаются, и которые имеют определенные коды, эти все компании имеют определенные коды, ну, фармацевтические, фармакологические, фармакологические. Значит, более ста лет тому назад, об этом тоже говорилось, началась компания по внедрению фармакологии в нашу жизнь, да, и появились куча всяких компаний по производству химических каких-то препаратов, там, лэк, знаете, вот, это все находится в цепочке, эти компании завоевали себе место под солнцем, мы знаем, какие это компании, да, и вот эти компании сегодня производят вот это вот что-то, да, что произойдет после этого, во-первых, ничего не бывает вечным, правильно, то есть прошло определенное количество лет, с определенным годом, и теперь они создают какие-то вещи, да, и вот эти вещи, последствия против которых, последствия, да, они абсолютно неконтролируемые, они абсолютно непроверенные, и никто ничего не знает, что произойдет, поэтому вероятное событие, да, крутить фильм мы не будем, который ссылкой был в начале, но она есть, желающие могут посмотреть, вот, кто хочет, конечно, и тогда, если это начнет происходить, все шишки, и не только шишки, а все остальное, посыпется на голову вот этих всех производителей, да, компаний, всех людей, и их обвинят во всех смертных реках, ну, так мы устроены, нам все время надо найти виновников, вот, мы светлые, пушистые, но виновников нам найти без сомнения надо, понимаете, и мы без сомнения найдем, вот, но чем, что произойдет, или, возможно, произойдет крах всей системы, вот этой фармацевтической, правильно, то есть на первое место выступает тогда не таблетка, а наш аппарат, да, и функции нашего организма, хочу напомнить о том, что по четвергам мы ведем программы с доктором, очень неординарным доктором, американским доктором русского происхождения, по-русски мы с ним общаемся, хотя он в основном по-английски, это я его уговорил вести передачу на русском языке, да, и следующая программа будет посвящена о превентивных каких-то средствах в домашних условиях, поэтому рекомендую по четвергам время эфира в 9 часов утра по времени Чикаго, это кто смотрит в Соединенных Штатах, или это 18 часов по московскому дому. Так вот, еще раз, давайте я коротко повторю, о чем шла речь в программе, которая была на Ютьюбе, где я потом сказал о том, что мы продолжим это все в следующем эфире только в Телеграм-канале. Но я постараюсь не говорить, поскольку все же она идет и на Ютьюбе. Да и время, я смотрю, уже час, надо заканчивать. То есть, ОСПА, ОСПА, это скрытый, считается, скрытый зомби-код, да, гомеопатии, поскольку, это коротко, да, поскольку вот этот вот, но, но, зод, да, есть такое, слово такое, да, очень похож на эпизод бешенства, да, а бешенство, а зомби, это и есть бешенство. Ну, бешеные какие-то люди, они ходят, они какие-то бешеные, сажают. Вот. Их просто так назвали, допустим, зомби, да. Ну, вот. И речь шла о том, что, это все не случайно, есть такое общество, которое называется Brotherhood Bones, Skull and Bones, да, 322, 322, это их коды. Кстати, Буф, он младше был, в этом обществе когда-то состоял, насколько я помню, может быть и нет, но мне что-то казалось так. Вот. И вот интересно, что максимальный резонанс, да, вот этот ход, он обеспечивает максимальный резонанс, в общем-то, с гири, со смертью. И вот австрийский врач, австрийский врач, который критикует все вот эти всякие, вот эти вакцины и так далее, доктор, он заявил, что лихорадка Эбола, которая когда-то была, потом она что-то пропала, была-была, вот все говорили, и потом она куда-то исчезла. Вот. То есть, по сути, это в принципе разновидность оспы. Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что в 80-м году у нас оспы нет. Но 42 года, значит, то есть коды, 42. 42 года после 80-го года, это 2022 год, то есть конкретное есть число, да, май месяц, по-моему, я опустил, я не помню. То есть, возможно, повторная вспышка. То есть, это коррелирует, коррелирует еще раз с тем, что, возможно, вот ссылка вот на это, зомби-код, да, и на вот эти вот фильмы о том, что это вероятность такая и есть. То есть, что происходит после того, как человек может заболеть? Идет гипертрофия составляющих тела, да, тела и головы. Голова какая-то очень такая большая по сравнению с половичем, короче говоря. то есть, мы говорим сейчас о том, что рептилии, да, ну, в общем, можно наблюдать среди вот этой разновидности рептилоидов, да, сегодня, сегодня, сегодня наблюдается многие последствия, и мы о них знаем, говорить мы правда не будем, но примерно, значит, прогнозируется, это коды, еще раз, это не на что-то произойдет, это не предсказание, это прогноз с долей, с определенной долей вероятности. Декабрь, то есть, мы сейчас в декабре находимся, посмотрим, да, примерно через недельки, полторы, две, да, вот это вот риск возможных событий, в сторону заболеваний кожных, речь шла, 80 лет, сколько-то назад, когда вот, речь шла о заболевании, которое может прийти со стороны Филиппин, и это лепра, то есть, это очень нехорошая вещь, то есть, это вероятность уже вот такая, вот, да, ну, еще раз, это, поэтому, это дата события, которая может быть, да, очередной, очередной какой-то датой события. Две пандемии, то есть, вот эти вот пророчества, будем так говорить, которые, одно из которых уже, исполнилось, об этом прогнозировалось давно, это мы уже об этом забыли, о том, что в среду призналось, прогнозировалось, то, что вот сейчас, да, пандемия, да, но следующая пандемия, она тоже прогнозируется, и она тоже была в пророчестве, она была и есть. как к этому относиться, как к этому относиться, еще раз, сегодня, пока она не началась, да, но вероятность этого события возможна, и будет серьезна, и это событие может быть намного более опасным, то есть, количество людей, как бы запрограммированных к уходу, оно есть, но оно, на этот момент, пока, вероятнее всего, достигло, где-то, миллиард, миллиард-полтора, наверное, где-то пока, да, то есть, этого недостаточно, для того, чтобы, ну, как бы, по пророчествам, для того, чтобы, так сказать, завершить этот цикл ухода негатива, да, очистки, имеется в виду, это не то, что это плохо, еще раз, какая разница, человек ушел, он придет, да, но он должен прийти обратно с чистым сознанием, поскольку сознание-то мы забираем с собой, вот эти каузарные, психические тела, мы-то забираем с собой, правильно, это то, что потом будем получать свои кармические последствия от этого, поэтому сегодня та информация, которой сегодня у нас на канале, друзья, ее нету, и не потому, что я так это себе надумал, придумал, да, вы где-нибудь по тексту это слышите, если где-то что-то идет, оно же не объясняется, а дальше чего, оно же идет, ну, вот просто идет и все, вот просто вот какой-то факт, какие-то, да, факты, они не факты, это просто надуманные вещи какие-то, а что с этого, а как к этому относиться, а как с этим жить, а что делать и так далее, это же нету, одни просто болтовни, одни разговоры, это будет и будет, нам-то все от этого, но произойдет событие, вот с Ольгой Викторовной беседовали, а нам-то от этого что, ну, ну, произойдет пророчество, пророчество, землетрясение произойдет, дальше что, ну, дальше что, хоть кто-нибудь уедет оттуда или нет, а что, в этом Лопальме, не было такого, а что, нету таких предсказаний о том, что на западе, в Калифорнии, Соединенных Штатов, будет землетрясение, будет эти самые там, да сплошь на рядом, куча, и пожары, что этого не было, что этого нету, кто оттуда уезжает, все находятся там, климат классный, понимаете, вот чем человек там, живет сегодня, поэтому толку, что с этого, это не значит, что всем надо собраться, сейчас и уехать, к примеру, да, но ведь, для чего-то информация дается, так вот, мы говорим о чем, я даю информацию, так я хоть говорю, о чем, что можно как-то что-то делать, с этим, и все, есть рекомендация, дело каждого человека, как к этому относиться, верно? Итак, значит, два сценария, да, возможные сценарии, первое, это ОСПА, и в том числе, лихорадка Эбола, да, но может по-другому будет называться, и следующее, зомби, значит, вот это вот Эбола, есть коды, да, и ОСПА, есть коды, на 2021 год, и есть в гематрии, ее можно просчитать, коды. Дальше. Мы не есть тела, мы есть души, но мы вообще об этом никогда не говорим, мы только говорим в теории, мы душа, толку с этого, мы душа, хорошо, мы душа, не надо говорить, у души там есть, там, у тела есть рука, есть нога, есть голова, есть еще что-то там, у тела есть, да, но у души нет, мы обличены, да, но дальше, что с этого, как нам это помогает, вот эта информация, она как-то нам помогает, или нет, никак она не помогает, но дело в том, что зомби, люди зомби, да, то ли это превентивное средство против пандемии, да, то ли это заболевание, это в принципе не имеет значения, но есть понятие белая душа, есть понятие черная душа, ну, условное понятие, потому что они могут быть ни белая, ни черная, она всегда одна, да, но есть понятие, есть понятие дьявола и ангела, правильно, есть понятие, но дьявола придумали люди для того, это как страшилка, да, потому что мы должны бояться, вот, как только мы боимся, мы себя напрочь разбиваем, мы начинаем вибрировать с той чистотой, которая нас разбивает, и душа наша попадает в руки вот этих самых дьяволов, понимаете, вот, мы сами себе создали этому мысль и форму, вот и все, ну, и вот, большинство, скажем так, большинство людей, которые, а на это есть причины, и поэтому я все время говорил, и буду говорить о том, что прежде чем узнать, кто и что, и какие у нас есть предпосылки, нужно как минимум, надо знать, кто мы, что мы из себя представляем, для этого существует астролог, но как минимум, хотя бы с этого можно начать, правильно, озаботиться, кто мы есть, и какие у нас предпосылки, жить или не жить, с кем жить, как жить и так далее, правильно, вот, я просто вспоминаю, я беседовал вчера с астрологом Дмитрием Синяко, ну, это поистине гениальный вообще человек, то, что он делает, какой труд он делает для составления гороскопов, это просто невероятно, то есть, взять на каждый день составить, ну, это он называет бизнес гороскопом, или финансовым гороскопом, не имеет значения, да, где календарик, я календарик переверну, и сразу, 3-4 декабря, вот, так вот, открываешь календарь, и там все дни твои написаны, этот день, вот этот, этот день, я вот такое видел, никто, ни один из астрологов этого не делает, вы где-нибудь видели, чтобы астролог делал настолько детальный гороскоп, на 200 страниц гороскоп, где-нибудь видели, что он делал, он, да, он стоит дорого, я считаю, что этот гороскоп, по сравнению с тем, что мы можем, не зная об этом, получить себе проблем, с жизнью и смертью связанные, как это можно измерить, там, этими деньгами, ну, это смех один, да, вот, ну, у него, правда, есть три разновидности, три, там, ну, не важно, на любой вкус, у кого чего хватает, ну, как без этого, собственно говоря, жить, я не знаю, я брал огромное количество гороскопов и заказывал, ну, во всяком случае, мне помогает, не знаю, кому как. Дальше. очень такой момент, негативный момент, но он есть, и он имеет отношение к Ближнему Востоку. В октябре, ну, во-первых, почему Ближний Восток, сейчас к Израилю, ну, там есть, там сконцентрированы определенные энергии, мы сейчас об этом не будем говорить, времени на это нет, деталях, да, об этом говорить, но по какой-то причине, условно непонятной, почему-то Израиль, да, стал пионером, и в этом самом, ну, скажем, на ниве вот этих вот превентивных мер, да, причем я знаю многих людей, которые уже после третьего захода все равно болеют, но не в этом дело, не в этом дело, а дело в том, что вот это выходит из-под контроля, сейчас выходит, время, мало прошло, собственно говоря, и вот мы не знаем, чем это может грозить, и сегодня, конечно же, очень на первое место выходят вот это вот меры по защите или, допустим, ослаблении этого воздействия, мы не знаем, еще раз, никто в этом не виноват, ни правительство, это можно обвинить кого угодно, формально, да, конечно, да, не президентом или премьером, министром, нет, это не в этом дело, а дело в том, что это просто цикл, вопрос-то заключается в том, нам над этого не легче, правильно, мы-то каждый сам для себя, и поэтому надо было бы заботиться, каждый сам для себя, должен заботиться своим, скажем, самочувствием, своим здоровьем, своим ближним окружением, и так далее, и так далее, правильно, так вот, какого-то числа, да, февраль, февраль, февраль 22-го года, есть определенная дата, его, она не сыграет особо большую роль, потому что это дата не глобального масштаба, какие-то локальные какие-то вещи будут, но тут еще идет речь о детях, и вот здесь вообще непонятно, потому что дети, детей до сих пор как бы не трогали в этом плане, да, но было несколько раз, ну, официально объявили, вот, Дисней, линия, круизная линия Дисней, она объявила о том, что от пяти лет надо детей вакцинировать, вот, этого не трогали до сих пор, почему, потому что дети совсем, скажем, не потому что это дети, а потому что надо выращивать как бы новое поколение, но сейчас речь идет вот о чем, дети-то они тоже ниоткуда не взялись, они же были когда-то взрослыми, верно, они просто переродились, то есть есть определенная категория людей, которая инкарнировала сегодня, и сегодня это дети, и те, которые, родители, конечно, которые позволят это делать, они, ну, подвергают, конечно, определенной угрозе, именно это, ну, опять же, это хронические какие-то вещи, которые, так или иначе, должны осуществиться, тут мы ничего не можем поделать, дорогие друзья, я смотрю на время, час двадцать, больше, почти полтора часа, давайте мы на этом остановимся, будьте осторожны, сегодня суббота, суббота, и время не самое позитивное для каких-то там гулянок, для каких-то там настроений, и в то же время медитативная практика, которую мы делаем, я бы очень советовал, у нас будет еще один эфир, не эфир, точнее, у нас будет еще одна регулярная медитация от Елены Смирновой, вот, у нас есть три варианта медитации, молитвы, медитация, молитвы, точнее, от Софии Бланк, у нас проходит на нашем канале, на Сан-Гейтс, филиалу, Сан-Гейтс, центра, это Нижний Новгород, ну, и мы ее ретрофлируем, она идет в это же время, идет и на центральном канале, Сан-Гейтс, центр, по субботам, наверное, уже началось, а, я там не веду трансляцию, славу, я везу на своем канале, почему я испугался, в это время она идет, уже, да, ну, можно ее посмотреть в записи, кто опоздал, или кто захочет, собственно, какие-то программы желающие, дальше у нас идет воскресенье, у нас Рита Борт, начало в 16.30 по Москве, это по воскресеньям у нас идет программа с ней, медитации, ну, и у нас Елена Смирнова, вероятнее всего, программа будет идти в записи медитации, будет идти регулярно по просьбе, дорогие друзья, в вашей просьбе, я имею ввиду наших зрителей, о том, чтобы были такие медитативные программы, вот, она есть уже, эта медитация записана, и, наверное, мы ее начнем, ну, не знаю, может и завтра, а может и со следующей недели, она пойдет в обычное время в виде записи, все, друзья, я благодарю всех за внимание, всего доброго, давайте я заканчиваю трансляцию на телеграм-канале, я заканчиваю трансляцию, мы, я хочу просто поприветствовать, наверное, да, сейчас, наверное, раз я закончил трансляцию, я могу включить камеру, да, вот, я включаю камеру, дорогие друзья, и благодарю всех за внимание, просто для того, чтобы попрощаться, я не могу камеру, чтобы была в одной программе и в другой, если есть какие-то вопросы, пишите, программа не объявленная была, поэтому людей здесь, ну, тем не менее, есть каким-то образом, вы следите, я вас благодарю, да, значит, вот я вижу Марьяна, это Иисус, но еще раз, очень странно, хотя этот фильм был создан, но тем не менее, да, тем не менее, наверное, мы уже знали, я вам сказал, только сейчас увидел ваш вопрос, поскольку я в большей части был в телеграм-канале, все, друзья, мы будем, наверное, на этом канале делать какие-то другие программы, вот, если вам это интересно, здесь больше общения, здесь меньше людей, слава богу, и если вам это интересно, вы пишите вопросы, на какие темы мы можем говорить, и тех людей я сюда тоже буду приглашать, вообще-то говоря, здесь интересные вещи, практические, ну, допустим, рекомендации, как вы знаете, я не обучаю, да, я не обучаю ничему, но у меня есть много чего рассказать, и чего практично рассказать, если вам это надо будет, я не собираюсь создавать какие-то курсы, я не собираюсь закрытые курсы, я имею ввиду, или какие-то вебинары, я не буду их делать, закрытыми, я их буду делать только открытыми для всех, желающих, все, мне финансовые поддержки, я не мотивирован на этом, короче говоря, вот мне хочется этим просто делиться, все, дорогие друзья, благодарю вас, всего доброго, поэтому, спасибо,